Когда все останутся дома Счастье это всего понемногу Это просто проснуться с утра Встать пораньше, Господу Богу Слава Богу сказать, как вчера Доброе утро! В эфире «Утро доброжелательное» Программа «Когда все дома» И сегодня Сергей Куприк, наш любимый Проводит перекличку всех собравшихся Сереж, доброе утро! Доброе утро! Мы с вами встречаемся не в первый же раз Не первый год знакомый Вот моя жена Екатерина Наша мама Лена Наши племянники Лен, надо расшифровать Наша мама Лена Это интересное совмещение Тещи и свекрови Это какой-то новый вид гибридизации Мама Лены – это бабушка наших племянников Родители, в общем-то, не смогли к нам сегодня попасть Они тоже довольно часто у нас бывают Но просто они люди очень занятые, работают Поэтому отправили нам маму Лену С детьми К сожалению, в этот раз бабушка и старший брат Данька не смогли приехать Поэтому вот Даша рядом со мной Дима, Катя, я Очень приятно вас видеть А белый лебедь на пруду Качает павшую звезду На том пруду Куда тебя я приведу Ну и теперь вы Браво! Мы всю жизнь учимся Причем учимся или у кого-то, или у чего-то Иногда обстоятельств каких-то жизненных Вот Дима и Даша Они сейчас, наверное, в первую очередь ученики Чему вы сейчас учитесь? Где, Даша? Начнем с тебя Сейчас мы уже второй год учимся в гуманитарном классе Будем скоро заканчивать восьмой класс Все хорошо, все отлично, все получается Дим, когда мы в прошлый раз встречались Ты футболом занимался? Серьезно и хорошо Сейчас занимаешься? Сейчас занимаюсь, да Продолжаю А параллельно Ты какой-то готовишь себя к деятельности Или ты футболу посвятишь себе? Пока я учусь в классе Я еще не задумывался, что буду делать дальше Но мне кажется, что В футбол я играл с восьми-семи лет Начинал играть И это мне больше по душе, чем что-либо другое Сергей, когда в школьные годы Спрашивали, кем хочешь быть Ответ, я не знаю, был уместен Уместен, наверное Но я всегда знал, что моя жизнь как-то будет с музыкой связана Вот, и я всегда пел То есть прям с самого детства Вот это удивительно Откуда такое желание возникло? В какой момент вкус или успеха Или того, что стало получаться Что-то стимулировало желание? Может, я понимал, что вот это я умею Вот это во мне есть Это надо развивать Наверное, понимание вот этого и привело А усидчивость? При лежании даже? Ну, усидчивость, я думаю, что это Как бы в любой сфере, наверное, она должна быть Не только в музыке, не только в песнях Мне кажется У меня нет усидчивости Ой, да ладно Зато ты все помнишь Всех помнишь Как кого зовут, все помни То есть, ну, как бы познакомился с человеком Вот три минуты проходит Ты понимаешь, Катя, как его зовут? Ну, у всех же бывает такое А Катя всегда все помнит Мне кажется, что это у человека тоже должен быть талант к этому Когда мы с Сережей познакомились, я начала заниматься шоу-бизнесом Стала директором Сергея Директор должен уметь делать все И договориться Артиста ублажить, да И всех развести, чтобы все было хорошо Все были довольны Мне кажется, вот Катя такую работу проделывает Да, вот в нашей деятельности Говорят, что администраторы берут там 20% Да, с концерта За все Ну, кто-то 10, кто-то там от 10 до 20 Я не знаю, я бы на такую работу даже за 80% наверное не пошел Ну, потому что, во-первых, это страшные нервы То есть, тебе мало того, что артисты, как бы не все, да Адекватные Вот, то есть, с ними надо совладать Потом все-таки еще нужно принести какую-то прибыль Есть еще организаторы, с которыми нужно договориться Вот, то есть, Катя выполняет, ну, колоссальнейшую работу в этом во всем Ей это нравится Я просто люблю всеми заниматься А как это можно любить, я не представляю Потому что мы живем в этом Кать, если сказать про детство твое Как ты считаешь, счастливое было? Или в зависимости от твоего сегодняшнего настроения И того, что ты вспомнишь из своего детства Можно по-разному сказать, какое оно было? У меня было очень счастливое детство, я считаю Потому что у нас не было интернета У меня, допустим, было куча друзей У нас были казаки-разбойники, мы же играли в то время Я бы с удовольствием туда вернулась Без телефонов Вот с теми друзьями, которые были в детстве Какой-то трону мы не знаем, но все боятся Я помню, родители говорили Будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ Это всех пугали почему-то в ПТУ Хотя мне кажется, что ПТУ это прекрасная штука Мне казалось, что ПТУ это что-то такое, наверное, какая-то колония Поэтому сейчас прямо положить кирпич нельзя, не могут Приварить не криво, чтобы не отводить Не могут Потому что тебя пугали, что в ПТУ пойдешь На вес золота те, кто действительно там научился Да, специалистов сейчас просто нет, очень мало Еще чем пугали? Да больше, наверное, ничем не пугали Да Катю не пугали, потому что она родилась в Таджикистане И они были вынуждены оттуда уехать с семьей, когда началась война Чем там еще запугаешь? Вот мне кажется, таких людей чем-то пугать То есть вы бежали тут фактически? Да, мы бежали Боенным самолетом, я помню, меня увозили маленькую Все бросили, уехали родители А вот бабушка еще там оставалась, потому что бабушка 50 лет Там главным врачом отработала в роддоме Ее в Таджикистан направили Там мама родилась, там я родилась А потом пришлось в 91-м году оттуда убежать Я сейчас, конечно, не представлю, как это, наверное, страшно Когда вокруг начинает нарастать чувство опасности От людей, с которыми много-много лет соседствовали И которые вдруг ни за что совершенно начинают тебя ненавидеть У нас же много соседей таджиков было, да И они, соответственно, в доме И они старались, ну если что, спрячем Там вот что-то вот такое даже было, да Я вот сейчас так помню из детства Со многими, кстати, общается мама моя До сих пор переписываются в мессенджерах, в соцсетях где-то, да Ну просто страшно, что просыпаешься утром, а у тебя танки, у тебя военные Вот если ты выходил вчера еще гулять сюда, а уже не выйдешь Потому что вот такая опасность, да Дальше получается, что тебя сажают в самолет Рядом стоит у тебя большой танк И ты улетаешь в далекую страну России Ну да, страшное дело, из своего дома, не забирая ничего Все бросил, в каком это возрасте? Мне было 4 года, да Я вот это, я так хорошо это помню И помню этот танк, и помню этот самолет И помню этого военного, который сидел рядом со мной Когда меня сюда вот уже привезли, меня здесь уже папа встретил Вот, мама еще там осталась, да, тогда вот Ну тогда мы бросили, можно сказать, все бросили Вот, потом через 5 лет туда мама с бабушкой вернулись Ну, чтобы это все продать Потом все успокоилось, и можно было это все продать С детства это у меня, вот когда военные, я же говорю, танки Война эта там гражданская Вот я как-то всегда хотела быть военной Учась в школе Воденцова Я пошла на курсы подготовительные Погранинститут Я прошла их Прошло лето Я поняла, нет, это не мое Я пошла в другой институт, поступила У Кати же уникальное образование и профессия уникальная Юрист по уголовному праву? Да Не просто юрист, а судья? Судья по уголовным делам, вот распределение у меня было бы Вот, если бы я не встретила Сергея Васильевича Вот, наверное, бы я сейчас работала судьей по уголовным делам А вам бы ваше честь пошло? Я думаю, что да Да и форма Да, форма, я примеряла форму Кать, по разведданным, вы в Америке работали на американском телевидении Ну, это не американское телевидение Это наше было телевидение Просто я проходила там практику Какое телевидение буду говорить? Американское телевидение Катю не взяли, потому что она английского не знает Да Вот, взяли на русское А чему там можно научиться для нашего телевидения? Я не знаю, можно это говорить? Нет, всех отправляли почему-то на практику туда А чему там научиться? Вот я сейчас понимаю, когда время прошло Нечему там научиться Завербовать их там хотели Вот, сейчас уже можно сказать, чтобы лучших потом переманить к себе, но лучшие из лучших и самые умные и хитрые вернулись. Научились – вернулись. Я очень люблю свою страну. Вы же долго были за границей, и можете рассказать, справедливо ли то, что так восхищались и удивлялись, может быть, и завидовали заграничной жизни те, кто там не был? Как кто-то говорил, что то, что писала газета «Правда», оказалось правдой. «Правда», вернувшись сюда, на родину. Да, вы знаете, вот когда ты туда приезжаешь, вот ты думаешь, что ты здесь когда находишься, ты думаешь, что это хорошо, там все. А когда приезжаешь туда, и ты видишь своими глазами, даже тогда, много лет назад, ну, кажется, что что-то такое необычное. Но когда проходит время, ты уже вернулся сюда и думаешь, как же у нас хорошо, у нас самая лучшая страна, самые лучшие люди, все самое лучшее. Поэтому вот сейчас никогда бы не поехала за границу не учиться, не работать. Не жить там никогда. Помните, когда появились видеофильмы на кассетах, и мы так удивлялись их свободе, вот он прибежал в уличной одежде, и прямо в кроссовках брык на кровать, и вот утро, а он в эти же кроссовках проснулся. Ну, если это называть свободой, да, то, конечно, они в этом плане счастливые люди, если они это называют свободой. Ну, хотя я могу сказать, что везде за границей ограничений в сто, в тысячу раз, наверное, больше, чем у нас. Вот у нас можно то, что у них просто за это расстреливают, особенно в Америке. Вот, а вот по поводу эмиграции, опять же, вот Катя говорила, вот сколько я с эмигрантами не общался, особенно с теми, которые уехали давно, у них всегда так свысока, они все думают, что у нас тут Советский Союз, там, если такое, да, и они такие, ну, как там в Союзе? А мы уже до двухтысячных годов были. Я такой говорю, вы будете расстроены, но очень хорошо. То есть, и вот в том, что хорошо, они верить не хотят. Что они там хотят получить, мне непонятно. И вот это вот как там в Союзе, да, то есть люди себя, как бы, понятное дело, не хотят, чтобы здесь было хорошо. Мы снимали там несколько программ, и я удивлялся, шкафчики, заполненные кжелью, какими-то газетами нашими, и то есть все равно вот эта вот пуповина, она никогда не отрывается, и своим, может быть, внук только может стать, да и то беднейшим своим, потому что все равно никуда не пустят там. У нас так приучили стесняться своего, именно стесняться. Ты посмотри на парижское метро и посмотри на нашу. На нашу, ну да, у нас фотографироваться нужно, а у них там бомжи валяются. Облезлые стены, обвалившийся кафель и мусор летит в лицо, а мы все стесняемся. Приходится же много ездить, и причем возвращаясь через какое-то время в те же места. Какие перемены? Мне кажется, что сейчас с такой скоростью растут города. Стройки, 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 дороги, качество жизни совсем просто другое становится. Улица, моя ты улица, с тоской зовущая к себе издалека. Улица, мой здравствуй, улица провинциального родного городка. Когда все дома Я вернусь мне не раз Так цыганка гадала Будет все у тебя Не сейчас, а потом Будет счастье у нас Мне, поверь, и немало Будет дом и сирень Под высоким окном Вы сколько лет уже вместе? Семнадцать Семнадцать Это уже достаточный срок, чтобы взаимное влияние почувствовать. Тут интересно, как каждый считает, как на него другой повлиял. Вот это важно. Не, я абсолютно уверен, что Катя-то повлияла вообще и на меня, и на всю нашу деятельность. То есть вообще двигатель всего этого – это Катя. Я, в общем, как большинство мужчин, такой достаточно ленивый, как бы, вот оно есть, как бы, и вот мне это уже выше крыши, больше не надо. Вот, но Катя все время пинками толкает. Мы что-то делаем, съемки, все время записи, все время концерты, гастроли. Катя, а работа над образом артиста какая происходит? Вот когда-то длинноволосый юнец был так сильно огранен, что сейчас мы видим уставная прическа. Да, а все стандартно уже, уже все настолько отработано. Это случилось еще до Кати, задолго. А вот эта форма, пиджачок-то мне будет, кепочка, журнал «Огонек» – это традиционно? Пиджачок-кепочка, ну это девяностые годы. Это еще-то в то время, получается. Если Шарапов так был одет, какие девяностые? То, что я имею в виду, это мой образ такой, да? И Ленин такой молодой, и в кепке, и зуб золотой. Хорошо, у нас зубов золотых нет. Пока что. Пока что. У вас очень красивый дом, земли немало вокруг. Что вы со своей землей делаете? Что вы на ней выращиваете? Зачем что-то выращивать? Газон сей. Мы на ней живем, сейем газоны, у нас бегают собаки, коты. Деревья? Деревья, да. Деревья, да, соответственно. Здесь невозможно что-то посадить, потому что у тебя собаки на территории, к сожалению. Собаки не дадут ничего посадить? Не дадут, потому что… Выкапывают? Цветы мне выкапывают, все, я сажаю цветы, они мне все выдирают, я утром выхожу, все… У нас цветы на подоконниках все стоят. Куда они не могут достать? У вас серьезные собаки, и при этом кошки. То есть, такие котолюбивые собаки у вас, да? Да, хотя порода очень серьезная, да, но они очень их любят, они вместе спят. Они могут есть даже с одной тарелки, не трогают их, они очень любят… Просто большие собаки к кошкам не относятся как… К угрозе? К угрозе, да. То есть, если кот подошел там и залез ему в миску, он понимает, что вот этот маленький кот много не съест. Да и вообще он это не ест. То есть, собаки это знают. Но когда одна собака приходит в миску ко второй, вот тут начинается… У вас же остались мальчик и мальчик. Да, они два брата. И я помню, что когда они начинали драться, вы деликатно уходили. Уходили. А сейчас? И сейчас так же. Нет, все так и осталось, да. То есть, они дерутся на показ. То есть, когда мы находимся рядом, они показывают, кто из них круче. Ну, и Катя как-то сказала, слушай, надо просто отойти, давай отойдем, посмотрим, что будет. Вот мы отошли, и они разошлись тоже. Если было три собаки одной породы, значит, почему-то отношение к этой породе особое. Вот эти собаки, они все пришлые? Пришлые. Что у вас за местность такая, здесь Алабай? Это не местность, это Катя, она всех притягивает. Я думаю, что если пришла какая-то другая собака, а вот дружок у нас с ней Алабай, в автосервисе к нам прибился, мы его забрали. Он тоже дружит с Алабаями, он вообще верховодик. У вас же кот Морозик был. Был кот Морозик, да. Сейчас сколько котов? Сейчас котов четыре. Ну, просто… Перепись постоянно меняет численность. Просто коты приходят, их же выгонять не будешь, поэтому вот они как бы… Всех принимаем. Нарастают, да. Им помимо котов Кате еще и из леса животные приходят, и лисы, да, она всех подкармливает. Причем они уходят уже такие пушистые, с хвостами нормальными. Потом с детьми приходят. Потом приводят своих детей. Погоды налетели, которых не вернуть. Мы быстро повзрослели, свой выбирая путь. Судьба нас разбросала, по свету кто куда. Но детство вспоминая, мы помнили всегда. Наша дружба мужская расстояние не знает. Наша дружба мужская соберет снова нас. Наша дружба мужская от застолья хмельная. Нас душевною песней согревала не раз. Наша дружба мужская силой не угасает. Наша дружба мужская крепче станет любой. Наша дружба мужская нас в беде выручает. И мы вправе гордиться нашей дружбой мужской. Для того, чтобы что-то найти новое в создании, в написании песен, нужно уже сосредоточиться. Это как я так сравниваю ловцы жемчуга. Раньше он лежал на глубине метр. Можно было ходить и собирать. Собрали. Он лежит на глубине два метра. Уже нужно нырять. А потом уже на глубине десять метров и так далее. И нужно уже туда долго-долго идти. Потом там пошарить, схватить и назад. А все дольше нужно погружаться. Да, очень правильное сравнение. Потому что время, понятное дело, неумолимо идет вперед. Авторы пишут прекрасные песни. И мы сейчас уже дошли до того, что песни, которые нам присылают, они все друг на дружку стали похожи. Потому что, видимо, вот эти комбинации с нотами и с ритмами настолько уже избиты и исчерпаны, что просто написать какую-то новую песню и еще сделать из нее хит становится не то, что сложнее и сложнее. Ну, сейчас у меня такое щель, что это вообще практически невозможно, что ли. Ну, что-то же надо делать. Ну, да. Ищем. Мы делаем, ищем, пробуем. В общем-то, главное не останавливаться. И тогда, я думаю, что все найдется и все получится. А как происходит приобретение исполнителем песни у автора? Какие цены? Ведь неизвестно, какой новорожденный вырастет в какой хит. Такое же тоже не сразу можно сказать. Неизвестно, да. Никогда не поймешь, кем станет твой ребенок, пока он не вырастет. Поэтому так же и с песнями. Ну, на уровне нравится-не нравится. То есть нравится – договариваемся. Не нравится – торг уместен. Ну, да. Это же шоу-бизнес. Ну, сейчас я могу сказать, что большинство песен просто, а вот авторы, допустим, там присылают, просто даже дарят. Да, есть авторы, которые просто дарят. Да, даже говорят нам не всегда. Главное, чтобы пили мои песни. Да, сделайте и пойте. Вот это для нас самое главное. Да нет опасности, что этот автор у кого-то позаимствовал, вам подарил, а тот, у кого позаимствовал, к вам придет. Не, мы работаем с теми, кого мы хорошо знаем. Да, уже да, уже. А проверенные так себя не ведут. А заказать можно? Можно заказать песню? Есть авторы, для которых вдохновение очень важно. А есть профессионалы. Которых важно финансовое вдохновение. Которые важна финансовая сторона. То есть, вот ты принес ему деньги, и он тебе тут же написал то, что тебе надо. И тут же вдохновение. Да. То, что вдохновение пришло. Написал то, что тебе надо. То, что мне понравилось. Такое тоже бывает. А это искусство, Сереж? Или это все-таки обман трудящихся? Не знаю. Станок. Ну, все же по-разному к этому относятся. А можно так сказать, что признаком настоящего искусства является наименьшая зависимость от технических средств? Потому что, когда кино с кучей спецэффектов, когда огромный штат работает на этот результатик, то тут уже, в общем-то, такое коллективное творчество, где уже непонятно. А когда гитара и я даже без микрофона. Может быть, это ближе. Когда краски, холст и кисточка. Ну, для кого что? Опять же, кому-то нравится зрелищность. Как говоришь, что спецэффекты везде в студиях сделаны. И куча народу над этим работает. А для кого-то это не важно. Для меня очень важен сам сюжет непосредственно. Сценарий вот этот. То есть история была какая-то увлекательная. Либо красивая, либо страшная. Либо что-то. Для меня как-то эти спецэффекты, они не столько важны, сколько вот именно вот это. Говорят, что издалечья легче прошлое любить. Может быть, но те дороги нам с тобою не забыть. И в глазах моих всегда ты будешь девочкою той. Что сказала молодому лейтенанту, и я с тобой. Офицерская подруга, офицерская жена. На двоих одни дороги, подорожник полыния. На двоих одни тревоги, на двоих одна судьба. Дико-присточка родная, офицерская жена. Сережа, патриотическая песня, это что значит? Патриотическая песня. Патриотическая песня. Или «Клен, ты мой опавший» тоже патриотическая. Нет, патриотическая песня, это вообще, мне кажется, вопрос воспитания, что ли. Человек, артист, получая звание заслуженного, народного, он получает признание от своих зрителей, от своих поклонников. То есть от народа. Когда сейчас не очень простая такая ситуация, многие артисты отворачиваются, либо делают вид, что их это не касается, и не чувствуют за собой абсолютно никакой ответственности за то, чем их народ наградил. Для меня это непонятно. Вот для меня это и есть, наверное, патриотизм. Когда ты с людьми, когда ты с народом, когда ты оправдываешь то звание, те ожидания, которые тебе доверил твой зритель. Для меня, наверное, именно это патриотизм. Любовь к своей стране. Ну, как для артиста, как чисто в профессиональном плане. Как в человеческом, понятное дело, я люблю свой дом, я люблю это место, где я живу, я люблю эту погоду. Люблю свою родину. Для меня это патриотизм тоже. Может, это еще зависит от корневой системы. Человек, он ведь тоже как растение, у которого есть корни. Есть растения, у которых нет корней вообще, они катятся. И где дождик прошел, там зеленеют. Может, родители не привели эту любовь, не объясняли, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, кстати, если такую образность продолжать, там, где такие перекатывающиеся растения, там земли нет. Нет, это пустыня. Это пустыня, то есть там сдувает сначала растение, а потом почву ветер. Каждый принимает ту жизнь, которую он считает для себя. Сережа, я сейчас подумал, что патриотическим можно назвать то творчество, после которого хочется еще крепче остаться на своей земле. Я же не случайно сказал о песне на стихи Есенина. Да они очень патриотические. Ты начинаешь острее чувствовать все это. Они тогда это все знали, писали вот такие стихи и правды. Все выпуски нашей программы вы можете посмотреть в интернете, в приложении или на сайте. Смотрим.ру Когда все дома Упав под ноги, покатился грош, У всех дорога выбрана своя, И я не умею правду кутать в ложь, Нигде не прячусь за притворством я, И я не сверяюсь по чужим часам, А тот, кто предан, предан будет сам. Спасибо моим врагам, Что сердце не зажило. Вот рядом ребята Дима и Даша. Им-то как-то хочется помочь, а вопрос как все больше и больше. Их вопросов больше и больше. Да, как им помочь. За них жить не будешь. Каждый раз совет не дашь. Ну, они сами, ребятки, молодцы. Даша, когда-то интернет, это было что-то сверхновое событие. Ну, оно действительно для человечества событие, появление такого информационного поля. Вот скажи, пожалуйста, что сейчас происходит у ребят твоего возраста заинтересованности интернетом? Насколько нарастает эта заинтересованность? Или уже достигло какого-то уровня и все? Судя по моим одноклассникам, с появлением новых мессенджеров ребята узнали, что там можно как-то показать себя, рассказать много о себе. Всем очень хотелось это сделать сначала. А сейчас им это перестает быть интересным. Они все это дело забрасывают и просто живут дальше, общаются. А так особо больше ничего нового о себе нигде не выкладывают, не рассказывают. То есть срабатывает какой-то иммунитет, какие-то защитные механизмы. Это очень важно, что в человеке, помимо того, что в нем зашито изобретение чего-то вредного, в нем и противоядие тоже заложено. Заложено, да. Генетически уже, наверное. Но это у Даши есть вот эта защита, а у некоторых нет. У некоторых нужно оттаскивать. Когда отбираешь телефоны, да? Да нет, они сами откладывают, они все сами прекрасно знают. Как часто и как подолгу вы общаетесь? Ну, когда встречаемся, общаемся подолгу. На самом деле мы общаемся, когда вот к ребятам в гости приезжаем, мы приезжаем обычно надолго, но вот и времени у нас гораздо больше, чем на съемках. Дашенька нас катает на снегоходе. Мы катаемся на снегоходах, на квадроциклах, летаем на вертолетах. В футбол играем, да? Играем в футбол. Со сломанным пальцем. Со сломанным пальцем. Даже я палец на ноге сломал, как-то играли в футбол. Ну, это голевая была передача, чувствуется. Дим, спорт будущего, как ты себе видишь? Футболисты будущего, они сильнее будут, чем футболисты настоящего и прошлого? Ну, я думаю, то, что в будущем не будет таких крутых футболистов, которые были в прошлом, потому что в прошлом все жили футболом, а сейчас многое количество футболистов просто идут в некоторые клубы, чтобы получать зарплату. От них ждут большего, а они просто приходят в клубы, зарабатывают деньги и все. Готяют мяч. То есть болельщикам прошлого повезло больше? Я уверен в этом. Раньше действительно были другие люди, у них было другое воспитание совсем, для них были другие ценности какие-то. Это сейчас обмануть ничего не стоит. Вообще ничего. То есть он тебя обманут, и даже потом не вспомнят про тебя. Раньше такого не было. Раньше человек, если сказал, отвечал за свои слова, то есть он пообещал, значит, он сделает. Другие люди с другим воспитанием, наверное, с советским. Более искренние, более открытые, более честные. Сейчас задам страшный вопрос, который сам себе задаю. Что останется после меня? Мне кажется, что прожить надо так, чтобы за свои поступки не было стыдно. Хотя всегда у человека есть какие-то скелеты в шкафу, да, скажем так. Что после меня? Не знаю, вот живешь так, как считаешь нужным. Мой пример, пример. Вот я уйду, вот если скажут, нормальный мужик был, вот я думаю, что уже даже для этого уже стоит жить. А то, что понято, то, что открыто по своему жизненному пути, это надо кому-то передать? Ну, если такая возможность будет, да, то я с удовольствием, конечно, это сделаю. Если найдется, ну, как бы тот человек, который там захочет это принять, и которому это нужно. Благодаря эти связи интернетные сейчас легче связаться с удаленным собеседником. Есть такие запросы? Подскажи, научи. Есть. Хочу быть сначала похожим, ведь любой ученик сначала пытается быть похожим, а потом уже свое что-то привносит. Есть такие? Ну, Катя говорит, есть, да. Есть. Когда ты получаешь письмо на электронную почту, сообщение, там, допустим, Сергей, подскажите, как мне лучше успеть эту песню? Начинаешь песню слушать. Я как зритель всегда говорю, либо мне нравится, либо нет. Вот. Показываешь Сергею, он говорит, ну, как вот я могу ему подсказать, как это сделать? Особенно тяжело это, понимаете, когда на удаленке. Когда ты знаешь человека, ну, вот, там, пришел с ним в студию, там, подсказал ему что-то, да. А так... Да, еще присылают песню, которую лучше вообще не слушать. Да, к сожалению. То есть, что-то подсказывать, как бы, в этом смысле. Да. Что в этом случае? Честно сказать или деликатно? Деликатно, конечно. Зачем людей обижать? Человек к этому же серьезно очень относится. Ну, это, на мой взгляд, да, это невозможно слушать. А кому-то, возможно, это будет нравиться. То есть, ну, вот. Не, ну, лучше ему подсказать. Вот, допустим, там, ну, если не знаешь, что в этом случае. Ну, в этом бывает такое, да. Ну, а если ты знаешь, ну, что-то подсказать, ты лучше подскажи. Вот, допустим, там, вот надо поменять, там, аранжировку. Здесь слова надо изменить. Вот, такое бывает, да. И начинаешь с ним переписываться. Вот. Кто-то обижается, там, больше не пишет, что типа того, что я без вас все знаю. Удачи вам. Есть разные, да? Есть разные, вот. Кто-то, вот, допустим, там пишет, а вот это послушать, а вот это послушаешь. Ну, вот слушаешь. Я вот слушаю все. Все, что присылается, мы все слушаем. Как чувствовать свой человек прямой. Я, да, я понимаю. Лучше конкретно назвать вещи своими именами, зато не вводить в заблуждение ни себя, ни окружающих. А может, так и лучше в жизни так будет больше правильного и настоящего, потому что сейчас вообще такие времена, когда пользуются словами, ну, там, это не очень хорошо. Вот в новостях у одного известного артиста, у него вот дом покрали, это, конечно, не очень хорошо. То есть это все-таки хорошо, да? Не очень, конечно, но все-таки. И не задумываясь вообще об этом, вместо того, чтобы четко сказать, как оно, а кому-то, может быть, из вашего мнения как раз скажет, действительно, это плохо. Да. Он помучается, попереживает, а потом спасибо скажет. Да. Ну, я всегда стараюсь говорить прямо. Всегда. Я никогда не буду лицемерить. Если мне, допустим, что-то не нравится или что-то вот, я всегда скажу. Пусть человек на меня обижается, пусть человек со мной больше не дружит. Я и Сереже всегда все говорю прямо. Вот что-то мне не нравится. Прямо, что тебе не нравится, ты мне не говоришь. Как всегда? Неужели тебе все нравится? Нет, просто ты пропускай с мимушей. Может быть. Всегда надо говорить прямо. Вот это вот, когда вот начинаешь вот юлить что-то там, это, ну. Есть такие лукавые психологи, которые уверяют, что нужно вот-вот с подвыподвертом, с подперевыподвертом, а при этом в вашей сфере деятельности, наверное, я так могу предположить, что вот эта прямота, может быть, категоричность, она привела к тому, что вас стали окружать люди, вам подобные. И вам с ними работать. Легко. Да. Да, да. Я считаю, что вот именно в шоу-бизнесе лучше говорить всегда правду. Вот если... Это мой человек, значит, он будет с нами рядом. Если это не наш человек, так зачем тогда я вообще с ним буду общаться? Ведь есть такие примеры, когда полжизни будешь приспосабливаться, а зачем? А зачем? А для чего? Ну, не знаю. В шоу-бизнесе здесь, мне кажется, очень такой штука. Катя прямая, но я не считаю, что со всеми надо прямо. Просто есть люди, которым ты впрямую скажешь, а он тебе впрямую никогда не скажет. Вот. Поэтому, мне кажется, что с такими и вести себя надо по-другому. И надо уметь это делать. Ну, и таких я тебе оставляю. Ну, ладно, пусть будет так. Ну, так. Нежно обниму Я вновь тебя за плечи Так любим помечтать Мы под камина свет День с тебя начну И коротаю вечер Пусть нас от всех проблем Укронет этот плед Жена, жемчужина моя Одно, и мы связаны с судьбой Пусть нас роднят Хранят года И пусть цветет, живет любовь У нас в программе Большой жизненный опыт, который накоплен Благодаря и вам в том числе И, наверное, Одними из компонентов Счастья человеческого Является вкус жизни И жизненные силы Пусть это обязательно В жизни каждого присутствует И каждого из вас тоже Спасибо вам Спасибо До свидания Когда все дома Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...